Добрый день! С вами компания Круфмонтаж и меня зовут Мороз Алексей. Мы сегодня продолжаем наш плейлист «Строим каркасный дом вместе». Я предполагаю, что на этом этапе это будет завершающая серия. Почему? Потому что вот за моей спиной находится дом. Первоначальный этап нашего договора было воздвигнуть второй этаж, сломать кровлю, воздвигнуть второй этаж, сделать кровлю, вставить окна, перегородки, пол и так далее. Следующим этапом будет обшивка стен цокольным сайдингом под камень. Ну, отделка фасада, в общем. Это будет вторым этапом. На этом этапе сейчас произведем обзор. Как вы видите, за моей спиной появился, мы сделали вход в дом, значит, убрали его под крышу тоже обжить софитом, не софитом, фанерой, вернее. Вставили во всем доме окна, в козырек вставили в дверь, купили дверь, вставили замки, петли. В общем, крыша практически готова. Сегодня я планирую вам показать, как устраивается примыкание фальцевой кровли. И, кстати, эта серия будет не менее интересной. Мы произведем монтаж люк-лестницы. Так сказать, это удобный, очень доборный элемент для кровли. То есть, люк является собой лестницу. Она оттуда выдвигается лестница и очень удобно. И такой, тоже презентабельный люк является элементом отделки. Это будет подарок от нашей компании кров-монтаж нашим заказчикам. Вот. Ну и произведем обзор кровли, значит, и самого объекта, что сделано. Ну что, пойдемте за мной. Итак, друзья мои, еще хочу поделиться маленькими хитростями кровельных зажимов. Вася, хорошо видно? Да, отлично. Вот, например, скажем, нам кровля уже покрыта. Естественно, скользкая. Жестянщику надо где-то перейти или делать примыкание к стене. Надо разместиться удобно, производить операции там ножницами и так далее. Ноги съезжают. Для этого есть кровельные зажимы. Смотрите, устанавливается, регулируется на кровельный замок таким образом. Зажимается, ставится доска. Я делаю шаг и оказываюсь полностью в безопасности. Четыре зажима держат мою нагрузку, мой вес там примерно 90 килограмм. Я могу производить любые мои манипуляции, связанные с примыканием, допустим, с обходом дымохода. Как всегда, дымоход он делается там в конце кровли и так далее. Вот я хотел вам показать, поделиться, что такое кровельный зажим. Вот пользуемся случаем, пока здесь, на пристройке входа козырька. Хочу показать вот устройство доска. Видите, все карнизная планка. Все довольно таки герметично. Снег отсюда не будет вываливаться, на другую сторону. Вот зажимы, о которых я рассказываю. Вот такое устройство карниза. Фризовая полоса, под ней белая, готова уже под софит и так далее. Пойдем дальше. Сейчас я вам мастер Алексея покажет монтаж примыканий. Вот скажем, например, как крыша подходит вот такие примыкания. Примыкания из двух видов, которые, скажем, отдельно уголком, отдельный элемент, подводят и, значит, потом осаживают молоком. А это из листа сразу же. Хочу показать. Вот смотрите, здесь нет разрезов практически. Собирается конвертом этот узел. Вот. Сгибается. Вот как мастер сейчас следующий лист нам делает. И этот узел он собирает конвертом, без разрезов. И будет соединять вот таким образом. Примыкание. Получается. Здесь вот в зоне окна будет еще подоконник, отлив, который перекроет, так сказать, вот этот узел. А здесь будет у нас обшиваться фасадная часть токольным сайдингом. Брусок придет, закроет от металла и сам стеновые панели закроет этот узел. Вот, в принципе, вот таки. Крупно заворачивается. Все забивается. И вот мастера нашей компании производят монтаж. Это еще осталась кровля на гараже. Василий, а ну-ка, Василий, ручкой сделай. Чтобы, так сказать, не потерять навык. Наш Василий, вот мастер-класс. Вот зона примыканий, от которой я обещал. Да, кстати, блин, как раз вентилируемые коньки я хочу показать. Здесь хорошо видно. Вот за счет этих пальцевых линий, два с половиной сантиметра по всей площади, вот, коньки дышат. Вот. Уже не будем сейчас залазить на верхнюю крышу. Вот. Каждый, сейчас мастера наши исполняют пальцевый круглый. Прибывают кремера, крепеж к дереву. Итак, в конце нашего проекта строим каркасный дом. Хочется вам рассказать и продемонстрировать подарок заказчикам от компании Крупмонтаж. А это именно мы презентуем им такой элемент, как люк-лестница. Очень удобный элемент. В нашем варианте это... Он премиум класса с утепленным самым люком и с перилами. Комплекту к люку дается вот штырь для открывания. Открывается он довольно-таки просто. Всем рекомендую. Очень удобная вещь. В люке оборудован, смотрите, лестницей, которая выдвигается. И по ней можно вылазить. Значит, люк имеет перила в данной комплектации. И сам люк, он энергосберегающий тепло. Он, так сказать, не пропускает холодную влагу. Также проем люка оборудован, видите, тремя видами уплотнителей. То есть тоже он, значит, не пропускает холод. Вот такой подарок получают наши заказчики от компании Крокмонтаж. Сейчас я его прикрою. И закрывается он тоже элементарно. Вот эта вещь для открывания и закрывания надо хранить где-то неподалеку от люка. И хочу подытожить. Значит, данный проект строим каркасный дом вместе с компанией Крокмонтаж. Считается, в принципе, закрытым. Хочу поблагодарить наших зрителей. И считаю, что много полезного и надеюсь было для вас в наших видео. Значит, всегда рады новым друзьям, подписчикам. Пишите, значит, звоните. Всегда рады вас видеть и обращайтесь. Значит, с вами был Мороз Алексей и оператор Василий. До новых встреч с компанией Крокмонтаж. Продолжение следует...